привет зритель ну да сиё будет обзор аниме столь этого не делала у меня даже есть еще на бумажечке написано обзор аниме но настроение сейчас не по то аниме а подругой аниме пока еще не забыла я на днях тут просмотрела даже пойму моему совету в кой-то веке посмотрел товарищ по сканлею не знает смотрел или нет но первая серия у него зашла аниме называется вообще по моему аниме 2013 года может чуть позже может чуть раньше и да я конкретно как обычно слава бог аниме называется лаборатория любви 13 серий еще есть манга и она по моему процессе писания рисование в процессе перевода и аниме про элитную академию для девочек ну сначала там две девочки потом три девочки а потом целых пять девочек плюс еще две девочки аниме о любви хоть и же женская как бы академия но все равно девочки мальчиков несколько штук бывает о дружбе а дружбе из-за недопонимания о недопонимании вообще главная героиня это пацанка такая рика в общем мне нравится рика я думаю если вы посмотрите аниме это поймете почему хотя возможно вам понравится маки нацу маки если я буду пересказывать о чем то будет неинтересно хочу сказать что из 13 серий она очень ржачная первые 6 вообще ржачные шестую серию можно просто сидеть и га 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 я некоторые моменты раз пять-семь пересматривала когда уже досмотрел полностью аниме товарищ мне сказал что да вот у него зашла эта первая серия я специально нашла шестую серию и полностью ее просмотрела чтобы га 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 потом она как-то немножко так скатывается в такое другое русло имение смешное становится там на двенадцатый наверно тринадцатая как раз последняя серия но такое слегка сентиментальная на 13 советую запастись платочком если вы сентиментальные такие за как я раньше стремалась это не делать тут чё там как-то вообще дурацко по моему но может быть у меня уже совсем практически аниме головного мозга я вам тут хвостики сделала и да это не мальвина они не голубые волосы это для тех кто вдруг смотрел мультики читал сказку где была га га мальвина и никогда не видел аниме потому что некоторые мне в камен так пишут о престарелая мальвина ну как бы я думаю что все таки эти ролики смотрят люди которые любят аниме и для они уважают японскую культуру потому что допустим мангаки бывают древненькими отсылка вообще кабакуману ну да в общем что хочу сказать очень ржачное аниме очень милое аниме вместо того чтобы делать клин точнее ну да автор делать тайп в месть хамуры которую в общем товарищ у меня переводит товарищ поскольку приходит я засела над этом на этим аниме 1 1 серия как-то так вот прошла и вообще мне как на сайте аниме ввоз.орг когда я смотрел очередную серию гоблин слэйер которую они перевод сначала они а потом все остальные там где-то вот так вот слева на экране вылетела такая картинка две девочки такие маленькие написано что лаборатория любви типа вот такой аниме думаю новая шо ли от going нет ткнулась а и чё-то в итоге я вот так зависла потом со второй по шестую серию наверное за один день ой простите даже тут я зеваю и в общем что хочу сказать я мало того что за залипла на это аниме но мало то много того что но еще и ржачное мило и даже товарищ согласился что оно совершенно не заштампованное нет филлеров по поводу филлеров я вообще не поняла но шо оно не заштампованное но реально не заштампованное и если честно я думала что гг в итоге будет с чуваком который ей признался но она не вспомнила ну чуть-чуть сказала из аниме да как бы такую вот это приманиловку вам дала чтобы вы если вдруг не смотрели и аннотацию просчитали нифига не поняли лучше не читайте аннотации аннотации чаще всего пишут не знаю кто те кто наверное вообще по диагонали смотрел или не смотрел даже эти аниме которым они пишут аннотации в общем если вам вдруг захотелось посмотреть тот теперь он совсем захочется посмотреть короче я думала что гг рика будет с чуваком который признался в любях она его отшила но при этом не помнит об этом и нам в аниме так и не сказали когда это было и каким образом произошло и я тоже не помню имя этого чувака я согласна с тобой рика но в общем в итоге как-то ну вышла дрожь бы победила не то чтобы там они соперничали с нацу маки нацу это имя маки фамилия но трика называет нацу маки и просто маки а маки называют рику рикой а еще ну да это все идет вообще параллель другим аниме потом поняла что оно мне напоминает очень сильно не помню сильно ли оно ржачное было но тоже такое же школьники такие же в общем тут как бы все практически времяпрепровождение находится помимо дома рику реки река еще и в студсовете как бы студсовет женской элитной академии фудзи вторую когда кстати называют школьницы принцесса фудзи и второе аниме которое смотрела может быть год может быть два даже назад называется сленый студсовета и вот сленый студсовета очень похожи на эту самую лабораторию любви кстати по моему сама вот это название которое в честь которого аниме названа появляется именно в последних сериях 12 даже по моему вообще в итоге в тринадцатой так-то они как-то студсовета студсовет а тут он второе значит аниме которое тоже хоть уже смотрела я даже уточнила так ли оно называется на днях и сегодня еще раз действительно члены студсовета там как бы гаремник такой мальчик четыре девочки причем девочка главная она маленькая внешне смахивает на ребенка но при этом она президент и ведет себя как ребенок соответственно имена имена я нифига уже не помню но она тоже довольно ржачное там как бы они решают на первой серии вообще выглядит так она мне пошла на серии сразу с третьего это первая серия это аниме но потом зацепила и по полной это уже происхождение студсовета она как бы начинается и там как бы ребята сидят и планируют как они сделают что-то сделают допустим могу по себе самим и как снимут аниме по их манге которую они сняли и зарисовали по себе самим аниме про аниме как-то так ну и в итоге там конечно все заканчивается хаппи-эндом девочки выпускают со школы мальчик на год младше остается еще и сначала мальчик был такой весь плохой не знал как ему стать хорошим весь депрессии бы утрата ля-ля-ля-ля и встречается ему первым первая ему встречается это вот маленькая девочка которая сначала была заместитель президента студсовета школьного света а потом на следующий год уже стала председателем или да вот этим этим самым главным забыл председателем студенческого совета и как бы президентом потом но он как она такая маленькая щупренькая что-то такое тяжелое несет и он спрашивает как мне стать такой как-то и она и что-то ему советует вообще совершенно без задней мысли и он значит выполняет это вот потом он встречается еще одну девочку которая как бы одноклассница этой малютки они как бы лучшие подруги но она то выглядит как вот 90 60 90 реально такая вот девушка 17 лет не а там свои 17 лет такая малявка и она тоже что-то ему такое советует потом он встречает еще одну третью же героиню из этого квинтета и четвертую они обе им что-то советуют и он в итоге меняется и они офигевают блин что ж такое случилось что ты так поменялся и вот где-то уже наверно концу сериала он им раскрывает тайну они так все офигевают это благодаря нам ты так поменялся причем они как бы даже не советовали ну не если советовали то не думали что из него больше что-то такое вот вообще день и ночь но тоже добавно довольно аниме если вы не смотрите то тоже советую к просмотру в общем и то и другое по пятибалльной шкале 5 с плюсом 10 бальный тоже и да всем хорошего настроения отличного аниме как уже поняла давно что аниме под настроение также как чай сколько разных чаев столько же разных аниме и столько же всяких непонятных и разных настроений какое-то идет какое-то нет какое-то если сейчас не идет то пойдет стопудово потом в общем всем спасибо за просмотр кто осилил до конца всем хорошего настроения и всем пока